Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Как там у Пушкина в каменном госте? Ах, наконец, достигли мы ворот Мадрита! Среди европейских государств Испания занимает особое место. В восьмом веке Пиренейский полуостров захватили арабы, а потом в течение почти восьми веков продолжалась реконкиста – обратное завоевание территории государства христианами. В результате здесь сформировалась самобытная культура, вобравшая в себя как мотивы Востока, так и Запада. Это уникальное сочетание придало Испании поистине неповторимый характер. То же можно сказать и о столице этой страны. Мадрид был заложен арабскими завоевателями в 927 году как крепость, но уже через 12 лет он упоминается в исторических источниках как город, по-арабски Мадарат. Впрочем, происхождение названия до сих пор остается спорным. Не то это полноводный родник, не то лесная поросль. Но для нас важно другое, что на месте арабской крепости возник город, имя которого оставило в истории человечества неизгладимый след. Долгое время Испания являлась крупнейшей морской державой, сделавшей великие географические открытия, чего стоит хотя бы открытие нового света, Америки. Не случайно главный национальный праздник Испании отмечается 12 октября. Это день открытия Америки. В Мадрид из колоний текли несметные сокровища. И эти богатства шли не только на войну, но становились шедеврами архитектуры, живописи, музыки, которые по сей день манят сюда туристов со всего света. Мадрид, будучи столицей Испании, является не только ее экономическим, но и культурным центром. Город славится своей архитектурой. Его по праву называют музеем под открытым небом. Соборы, храмы, католические церкви, здания в стиле барокко, бесчисленные галереи и выставки. Все это представлено здесь в большом разнообразии. Обычно неторопливый Мадрид оживает во время футбольных игр. Болельщики клубов Реал Мадрид и Атлетика съезжаются не только со всей страны, но и за рубежа. В ночные часы город тоже не похож на себя. Шумные тусовки не смолкают до утра. Любители ночных гуляний обычно отправляются на площадь Святой Анны. Здесь самое большое число баров, дискотек и ночных заведений. Большинство ресторанов работают с 8 вечера, а ночные клубы открываются в 12. Общественный транспорт курсирует по нескольким маршрутам до двух ночи. Как обычно бывает в европейских столицах, главная достопримечательность Мадрида – Паласио Реаль, королевский дворец, официальная резиденция королей Испании. В 1923 году при живом монархе в стране установилась власть военных. Пройдя через гражданскую войну, пережив правление нескольких диктаторов Испании.